Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, четвертой седмицы Великого Поста, и мы продолжаем с вами чтение книги притчей Соломоновых. И сегодня мы с вами читаем 11 главу стихи с 19 до конца главы и 12 глава, первые шесть стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварна и сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, всеми же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро – ожидание нечестивых гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщенной, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего – благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведник, как лист, будут зеленеть. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, а глупый будет рабом мудрого сердца. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешному». «Кто любит наставления, тот любит знания, а кто ненавидит обличения, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконим. Корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена – венец для мужа своего опозорная, как гниль в костях его. Промышление праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови у стажей праведных спасают их». Дорогие братья и сестры, мы с вами обращаем свой взор вновь на книгу притчей. Глава 11 стихи с 19 до конца главы и глава 12 – первые шесть стихов. Очень интересные опять такие антетические притчи. Притчи, построенные по принципу антитез, вновь перед нами. И вновь несколько тем. Тема праведности, естественно, тема мудрости, тема супружеской верности, тема социальной справедливости поднимается в сегодняшнем отрывке. И вот что говорит нам премудрый Соломон. «Праведность ведет к жизни, а стремящаяся к злу стремится к смерти своей». И так как некий итог, обобщающий вообще все, всю мудрость, это именно долголетие. Человек, ходящий путем праведности, того оберегает сам Бог. «Мерзость пред Господом коварные сердцем, но благоугодные ему, непорочные в пути». Очень интересный 22 стих. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Действительно, мы всегда восхищаемся красотой. Не только женской, не только мужской, но и красотой природы, красотой этого мира в целом. А человек, как часть этого сотворенного мира, тоже достойен вот этой вот восхищения красоты его, красотой его. «Но сама по себе красота может быть бесплодной и даже вредной для человека, ибо красота всегда, особенно у человека, должна быть сопряжена с мудростью и с послушанием воли Божией. Красота безрассудная не несет никакого благословения человеку. Ибо красота безрассудная — это лишь привлечение внимания к человеку, но все поступки его безрассудны». Поэтому и приводит такое сравнение сегодня премудрый Соломон, говоря о том, что золотое кольцо в носу у свиньи — то женщина красивая, но безрассудная. Да, золотое кольцо в носу у свиньи привлекает, конечно же, внимание и вызывает неподдельный интерес. Но от этого мудрее, лучше сама свинья не становится. А нужно понимать, что свинья во время написания данных притчей — это было нечистое животное, которому и прикасаться было нельзя. Поэтому сами подумайте, какой глубокий здесь символизм скрывается за этой притчей. Действительно, красота — это еще не все. За красоту должна стоять мудрость и рассудок, и праведность. И красота должна перестать становиться товаром, особенно красота человека, его тела. Это очень важное замечание для современной культуры. Для современного общества благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удержит у себя хлеб, тот того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Да? Вот эта вот искусственная регуляция удерживания неких благ при возможности их даровать ближнему. И не то, что даровать, а даже продать их ближнему. Это тоже несправедливость. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. И опять же таки, опять же таки, сегодня, в сегодняшних отрывках, в сегодняшних стихах книги-притчи говорится о том, что истинная изобилие и истинная ценность, она не в банальном коллекционировании каких-то средств у себя, а истинное процветание человека, как здесь сказано, красиво, какой прекрасный образ, праведник, как лист, будут зеленеть. Суть долгоденствия и суть изобилия в этой жизни — именно праведность. Истинная ценность следования за Богом и стремление исполнить его волю. А надеющийся на богатство свое упадет. Смотрите, здесь не порицается богатство как данность. Здесь говорится о том, что человек не должен уповать на него, как на некое божество. Мы не должны идолизировать свои капиталы, свои состояния, если они у нас, конечно, имеются, и не на одно лишь богатство уповать. И это касается не только людей, которые богаты, это касается тех, кто поставили себе целью разбогатеть. Надеюсь, что это богатство как-то изменит их жизнь. Но нет, человек меняется изнутри, а не снаружи. Поэтому внешние какие-то приобретения не изменят нашего лукавого нрава. А мы поним, что коварство ведет к погибели. И будь у тебя миллионы, оставаясь коварным человеком, ты все равно останешься, что называется, у разбитого корыта. Кто любит наставление, тот любит знание, кто ненавидит обличение, тот невежда. Действительно, мы должны всегда искать наставление, мы должны всегда искать пути исправления наших ответвлений, потому что мы всегда идем, и нам сложно идти прямым путем. Нас всегда куда-то уводят в сторону. Но вот это наставление, которое мы часто слышим и из уст церковной проповеди, из уст святых отцов, читая Евангелие, оно очень важно. Оно возвращает нам трезвость, оно возвращает нам пути прямые. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Вот опять же таки, вновь и вновь говорится о том, что беззаконие, лживость не увеличит долголетие ни нам, ни детям нашим. Но корень праведников неподвижен. Именно в праведности исследование воли Божьей, заповедям Божьим утвердит нас в этой жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стремиться к истинному покаянию, к молитве, к стяжанию благодати Святого Духа, к обожению. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости, о Господи, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok